Давай разберемся, впрочем, в деталях. Максим Яли, политолог-международник, с нами сейчас на прямой связи. Вот и мы поставим все интересующие нас вопросы. Максим, здравствуйте. Хотим вас видеть, хотим вас слышать. Пока не видим вас, уже видим. Максим, позвольте спросить, возможно ли война между США и Китаем при участии Тайваня, естественно? Нет, я считаю, что, по крайней мере, сейчас она невозможна. По многим причинам. Во-первых, Китай не готов еще вступать в военное противостояние с Соединенными Штатами. Он не завершил модернизацию своей армии, а также создание полного цикла на территории Китая. Имеется в виду, что пример России наглядный, которая уже практически использовала свое так называемое высокоточное вооружение. И не может его восполнить из-за блокировки импорта даже тех же чипов из Тайваня, которые находятся даже в тех же нами столь любимыми Джавелинами, либо Хаймарсами. То есть Тайвань является абсолютным лидером по экспорту этих микрочипов. 90% на него приходится, естественно, осознавая все риски от возможной блокады, Китай удержится. Ну и стоит также понимать, что Китай — это не Россия и в плане управления. Там не принимаются подобные решения по решению лишь одного человека, пусть это даже лидер государства, тем более, когда его срок полномочий истекает через несколько месяцев и предстоят новые, возможно, выборы. И Си Цзиньпинь, естественно, хочет переизбраться, стать первым лидером Китая впервые после Мао Цзидуна, который будет пребывать на своем посту более двух сроков. Так что там есть так называемая система сдержек и противовесов, политбюро, и это не будет просто так по щелчку пальцев принято подобное решение. Ну и санкции, как я уже сказал. Кроме того, Китай очень давно не участвовал в войнах. Последний раз это Вьетнамская война. Перед этим была Корейская война, в которой он потерпел поражение. Естественно, нет боевого опыта. Все эти вооружения, они все равно отстают от американских аналогов. И Китай сейчас, естественно, очень тщательно наблюдает за происходящим в Украине и видит, насколько американское, европейское вооружение намного более эффективно на поле боя, чем советское. А Китай все свои технологии, в основном, да и много вооружений импортировал как раз от России. Его многие системы вооружения разработаны как раз как аналоги советских образцов. А те, что есть новые, они еще не обстреляны. Ну и то, что не будет ядерной войны, даже Китай уже официально заявил, что они не будут применять первыми ядерное оружие. Естественно, Соединенные Штаты также на это не пойдут. Есть еще достаточно много факторов, но даже те, которые я уже упомянул, достаточно для того, чтобы понять, что да, мы сейчас еще несколько дней понаблюдаем все эти стрельбы, военные учения. Си Цзиньпин, естественно, не может себе позволить, скажем так, он не будет подставлять вторую щеку, да. Ему нужно продемонстрировать для внутренней аудитории, что Китай не оставляет это без реакции. Тем более, в китайском обществе уже на протяжении многих лет идея возвращения Тайваня даже силовым путем лоббировалась, анонсировалась, пропагандировалась. Там достаточно много сторонников есть. Но, подчеркну, все же, все закончится. Ответ будет другим. Об этом, в принципе, даже Пекин уже официально сообщил. Максим, а как вы считаете, может быть, связан визит Нэнси Пелоса на Тайвань как раз с предстоящими выборами в Китае? Ну, мол, американская сторона решила показать, на что действительно способны действующие власти Китая, для того, чтобы в дальнейшем китайцы приняли правильное решение или более правильное решение? Я склоняюсь к той точке зрения, что это было единоличное решение Нэнси Пелоси. Вот сегодня там и автоколонка была редакционная в Washington Post о том, что Байден, мягко говоря, был не в восторге от этого визита. У демократов выборы также предстоят. Естественно, им нужно продемонстрировать было, что после провала в Афганистане, ну и, я бы так сказал, недооценки намерений Путина развязать войну в центре Европы, несмотря на предупреждение Соединенных Штатов. Третьего подобного случая они не потерпят, тем более, что Тайвань, как я уже упомянул, имеет критическое значение и для Соединенных Штатов, даже в части военно-промышленного комплекса, а дефицит микрочипов уже дает о себе знать. Даже для тех же Джавелинов уже были такие сообщения в американской прессе от чиновников и представителей ВПК, что уже их недостает для восполнения запасов, которые выдаются Украине в достаточно больших количествах за эти пять месяцев. Поэтому есть, конечно, политическая подоплека. Я уверен, и Нэнси Пелоси, да и демократы в целом получат политические баллы от этого. Главное, я бы так сказал, фокус группа и на кого направлен этот шаг, политическое обоснование, это так называемые неопределившиеся избиратели, которые зачастую играют ключевую роль во время выборов. В американском обществе существует абсолютный консенсус относительно того, что именно Китай является главной угрозой глобальному лидерству Соединенных Штатов в мире. И эта тема также активно муссировалась и при президентстве Трампа. Так что в американских сердцах подобный шаг однозначно найдет отклик. Максим, ну еще в одном регионе неспокойно. Министерство обороны Азербайджана подтвердило в среду вечером начало наступательной операции в районе Нагорного Карабаха. Скажите, пожалуйста, вот вроде как даже войска смогли занять несколько высот. Какое будущее у этого конфликта? И вот что самое интересное, Россия переключит ли свое внимание в этот регион или нет? Ну, смотрите, тут проще сказать относительно России реакции. Если она в 2020 году молча наблюдала, несмотря на просьбы Армении, которая, подчеркну, является членом, участником ОДКБ, военного блока, аналога с точки зрения Путина НАТО, Россия не вмешалась. Несмотря на то, что она как бы имеет гарантии по безопасности, Армения к ним обращалась. То есть сейчас и подавно. Во-первых, ресурсы все переключены на Украину. Украину даже, как вы помните, там спустя месяц боевых действий они забирали, перебрасывали своих миротворцев, которые находились в Нагорном Карабахе, в Украину из-за недостатка ресурсов в живой силе. Кроме того, естественно, за Азербайджаном стоит Турция. Ссориться с Эрдоганом сейчас Путин точно не будет, потому что Эрдоган имеет очень важную роль. Не только как посредник в переговорах с Западом по Украине, но и как возможная страна, при помощи которых Россия пытается обойти санкции. Вот недавно была информация в итальянской прессе о том, что очень резко, неожиданно увеличился товарооборот между Италией и Турцией. И точно так же увеличился товарооборот между Турцией и Россией. То есть есть подозрения о том, что Турция покупает санкционные товары и перепродает их в Россию. Но я уже не говорю там об энергетических проектов, участия. Недавно совсем все мы прекрасно помним встречу в Тиргеране Эрдогана, Путина и лидера Ирана. Так что там есть Сирия. Так что я думаю, уже давным-давно, еще в 2020 году, Путин, если можно так сказать, слил Армению. Тем более там по-прежнему не удалось сверхнуть Пашиняна, который пришел к власти с точки зрения Кремля в результате так называемой цветной революции. Поэтому я думаю, Россия точно будет стоять в сторонке, ограничиться какими-то заявлениями. Возможно, как и в 2020 году, попытается сыграть роль посредника. У Армении, в принципе, выбора нет, кроме как соглашаться. А вот пойдет ли в этот раз Азербайджан до конца, до полного отвоевания Карабаха, Тут на этот вопрос невозможно дать однозначного ответа, потому что, конечно же, соблазн велик, учитывая те факторы, которые я упомянул, и то, что Россия не будет вмешиваться. Конечно, Алиев получил огромные политические дивиденды в 2020 году. Сейчас там хоть и ситуация экономическая улучшается из-за резкого роста цен на энергоносители, на нефть, Но все равно есть определенные риски. Там Иран уже стягивает войска. Неожиданно, казалось бы, мусульманская страна, где живет очень много азербайджанцев. Но, тем не менее, они в этом конфликте выступают на стороне Армении. Так что вот эти три стороны, которые встречались недавно в Тегеране, я уверен, они будут давить на Алиева, чтобы он не перешел черту, чтобы кровопролитие, скажем так, не перешло рамок допустимого. Да, небольшую операцию проведут, еще несколько висот, там, сел отобьют. Это будет еще одна небольшая тактическая победа. Но полностью и нужно же сохранить лицо и Путину, да, потому что Алиев также пытается балансировать. У него будет санкции, так что на него Россия также имеет определенные... Я надеюсь, что Путину лицо не удастся сохранить в любом случае, да, несмотря на какой бы исход ни был. Спасибо вам огромное за ваше мнение, за вашу позицию. Максим Яли, эксперт по международной политике, был с нами на прямой связи. Благодарим. Субтитры сделал DimaTorzok